Когда вот со всех сторон нарастает вот эта тревога, нарастает вот эта агрессия, ленты, новостей постоянно, какие-то споры, какая-то информация, какая-то фейковая, не фейковая, но всё вот пугает, 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 и опереться вот на это внутреннее такое вот ощущение любви, ощущение мира, трудно, трудно, потому что всё время выносят куда-то, вот чуть-чуть туда легко улететь, вот в это вот состояние, когда тебя полощат в этих всех тревожных новостях, я не знаю, что делать, бизнес разрушится, мы все умрём, этот день ещё не наступил завтра, но все уже там, все уже как будто в этом моменте находятся. И когда приходит человек и говорит, друзья, всё проходит, и это пройдёт, а сейчас нужно, главное, как бы погрузиться внутрь себя и найти там внутри точку опоры, которая будет про мир и про любовь. Я вижу, что вас всех колбасит, но я всё равно за мир и за любовь, и я не буду ни осуждать, ни агрессировать. Таких людей единицы, к сожалению. Как можно помочь тем, которые вот трепещут, но у которых есть как бы желание всё-таки переключиться из этого состояния неуправляемого тревоги, трепета и всего прочего, всё-таки у вас что-то более стабильное и более благотворное для Личности и для Души? Вы очень красиво сформулировали вопрос. Спасибо. Да, доброта устраняет беспокойство и страхи. То есть сейчас можно только призыв сделать в это сложное время, проявлять доброту друг в другу. Вот недавно, накануне буквально этих событий в Казахстане, вы тоже слышали, да, тоже были события очень сложные. Там были такие военные действия прямо в центре городов, в Алма-Аты. Вот гибли люди, также в этих перестрелах также оружие там распространяли. Тоже были вот такие неконтролируемые действия, в общем, сложно, да. Приходилось призывать российские войска тоже, чтобы навести порядок там. И что же люди стали делать, вот когда ситуация стала более-менее выправляться? Ну, некоторые, некоторые в этих событиях, знаете, грабили магазины. Ну, как понятно, да, что есть такие люди, которые вот пользуются такими вещами. Да, ещё страх усиливается от этого, что вот неконтролируемые ситуации, люди плохие начинают плохо действовать, жестоко грабят, насилуют, всё что угодно могут сделать под этой видой. А другие люди, они пекли хлеб, выходили на улицы и раздавали людям, спрашивая, кто хочет есть, пожалуйста, возьмите вот. И вот эта вот эта ситуация, она людей вдохновила, устранила беспокойство и страх. Когда кто-то стал просто проявлять доброту друг к другу. Тут же стало всё успокаиваться. Люди стали активными в доброте, понимаете. Вот эта вот сторона, она всех просто сразила. Как всё просто в жизни, просто быть добрым друг к другу. Мы разделяем же людей, мы привыкли разделять людей на плохих, на хороших, на наших, не наших. И как вы говорите, единицы людей, которые могут быть такими миротворцами, да. Но вот эта ситуация показывает, что надо быть миротворцем. По-другому мы не выживем просто. Надо таких людей больше, больше. У нас политики достаточно, денежных отношений достаточно, предостаточно, более чем достаточно. Всё на деньгах, всё на политике сегодня. Весь мир, понимаете, основывается. Но на самом деле нужна доброта. В основе должна быть сострадание, чтобы деньги приносили пользу, политика приносила пользу. И мы приносили пользу друг к другу. Нам нужно сострадание иметь в жизни, к живым существам. А не просто разделять людей на своих и чужих. Приходит такое время. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...